Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Христос воскресе. Истину воскресе. Так, мы тему берем о священстве и озвучиваем ее. Вопросы с нашего сайта. Вопрос 1890. Седьмой том открытым оком. Мы привыкли доверять каждому слову священника, а они этим нашим полным к ним доверием дурно воспользуются. Не воспользуются. Не могут ли сказать что-то не по Писанию? Ответ. Не следует доверяться человеку без проверки его слов и действий по слову Божию. Исайя 8.20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят как это слово, то нет в них света. К священнику нужно идти не как к человеку простому, а как к глошатую, изрекающему истину из Библии. Малахия 2.7. Ибо у ста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саву. Не от него, что он в семинаре выщился, а от уст его ищут. 2.7. Слово Господне. Осия 4.6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. То есть он бросил Библию, забыли Слово Божие, а Господь говорит, у тебя духовные отцы, которые называют отец, отец, все это я отмету как мусор. Герман архиепископ, 12 мая, кавычка открытая. Царь, слыша таковые слова святейшего патриарха, почувствовал стыд, то приходил в ярость, стараясь найти такое обвинение против патриарха, чтобы удалить его с престола, как исповедника истины. Не как исповедника истины, а как крамольника. Сообщника своему злому намерению он нашел в лице одного пресвитера Анастасия, ученика Германа. Этому Анастасию по нраву подобному Иуде царь обещал патриарший престол по изнанию Германа, а он в свою очередь за это обещал помогать царю в утверждении ереси и уничтожении святых икон. Поэтому Анастасия сделался ярым врагом святого Германа, пытаясь даже прежде изгнания святого Германа. Кирилл, 11 мая. Много говорили епископы относительно Мефодия. Наконец сослали его Швабию, где содержали в темнице два с половиной года. В темнице немцы всячески издевались над святым Мефодием. Не давали есть по несколько дней, когда была зима. Они его басово с непокрытой головой выводили на тюремный двор, ставили на снегу и заставляли его так стоять на одном месте сутки, а то и больше. Невероятная вещь. Они били даже святого Мефодия бодагами. Но Господь сохранял и укреплял святого. Большое утешение доставляли святому его ученики, которые часто навещали его в темнице. Дошло известие о заключении святого Мефодия до Папы. Узнав об этом, Папа Иоанн, восьмой преемник Андриана II, прислал проклятие на немецких епископов и запрещение совершать им литургию до тех пор, пока не освободят Мефодия. Тогда епископы освободили Мефодия, но сказали коцеллу, Пановскому князю, если ты возьмешь семи Мефодия, не считай нас за доброжелателей. Однако сами эти епископы не избегли суда Божия и апостола Петра. Четверо из них скоро умерли. А Моравии же в это время произошел раздор славян с немецкими священниками. Поняли моравляне, что немецкие священники, которые живут у них, враги славян и стараются предать их немцам. Они и знали их, а к Папе послали следующую просьбу. Кавычки открыты. Как прежде наши отцы приняли крещение от святого Петра, так и теперь дай нам архиепископа и учителя Мефодия. Папа тотчас же отправил святого Мефодия в Моравию, где его приняли князь-святополк, теперь разошедшийся с немцами, и моровляне, и поручили ему все церкви и духовенство во всех славянских городах. На место изгнанных немецких священников, святой Мефодий стал священником славян. Ввиду того, что святой Мефодий и священники совершали богослужения и учили народ на славянском языке, стало сильно расти учение Божие. Многие из язычников отреклись от своих заблуждений и уверовали в истинного Бога. В это время и моровское государство было так сильно, как никогда не бывало. В этом же послании Папы было написано, брат наш Мефодий правоверен и совершает апостольское служение. Ему от апостольского престола подчинены все славянские страны. И кого он проклянет, тот проклят, а кого светит, тот будет свят. После этого все враги Мефодия разошлись со стыдом. Злоба же врагов святого Мефодия этим не окончилась. Вот так прямо и пишут, что делали они. Дальше идем. Вопрос 3086-й, 16-й том открытый моком. Как могло случиться, что православный священник, отец Дмитрий Дудко, сам же сидел в сталинских лагерях и видел все своими глазами, а потом открыто выступал в защиту советской власти и восвалял даже Сталина? Ответ был. Можно отнести к человеческому страху за себя и за семью. Такое было в истории и не раз. Но думаю, что главное именно в сути и в духе московской патриархии. Она была образована Сталином и Берием, то есть демонической силой адского зла. И все, кто не пободрствовал, попадают под водительство их жабьих духов. Откровение 16.13 И видел я выходящийся из уст дракона, из уст зверя, из уст лже-пророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Вот что он писал, не стыдясь. Кавычки открытые. Молюсь за упокой души Сталина. Кавычки закрытые. 2002 год. Кавычки открытые. Сталин, мне кажется, человеком, который сумел овладеть эволюционной стихией. Ведь революция стремительно надвигалась, и ее ничем нельзя было остановить. Но какая должна быть гениальность у этого человека, который сумел ее овладеть и дать ей правильное направление. И мы в дни перестройки видим, что оставшиеся коммунисты многие настоящие патриоты и близкие к православию, а некоторые стали и православными. Чего стоит выражение Зюганова? Россию из кризиса можно вывести только путем православия. Западная Мамона неприемлема как для православных, так и для коммунистов, так же и нашествия всяких сельдь. В силу всего этого он уже должен быть верующим человеком. Но по порядку, как я об этом думаю, я неожиданно и непонятно для себя стал к нему относиться уважительно. Я ведь, как и все, на него смотрел критически. Так получилось, что я к нему повернулся такой стороной, не могу объяснить себе. У меня нет веских доводов, а что есть, сразу могут разлететься, а чьих-то более сильных. Ну вот я к Сталину отношусь хорошо, даже молюсь за упокой его души. Совершенно решнулся, Сталик. Правда, иногда что-то тревожит. Можно ли? Ведь он чистился в безбожниках, но не останавливаясь на этой мысли и продолжая молиться за упокой его души. То есть уже все, совесть, души, все погублено. Я молюсь из-за чекистов, ведь это его детище. И они сейчас, хотя и есть среди них предатели, оберегают страну от окончательного развала. Например, президент Путин. Маршал Василевский говорил определенно, Сталин верующий человек. Рассказывает такой случай. Сталин спросил у него, а как твой отец? Он что-то ответил, не моих взглядов, вроде мракобес. Сталин сказал, родители не надо забывать. После такого разговора его отец стал получать помощь. И когда сын встретился с отцом, тот решил, что он помогал ему и стал благодарить. А Василевский сделал предположение, что помощь отцу посылал сам Сталин от его имени. Ибо он сам все-таки боялся посылать. Сталин не разгаданная личность, притом гениальная. У него ничего случайного нет. Даже культ личности не случайен. Ибо этим он хотел заменить до времени понятие Бога. Сам же славу его не любил. Он и защищал людей, но так незаметно. Шолохова спас от смерти. Да и многих других это должно раскрыться. Мы забываем, что он создал крепкое государство. А это большая защита людей. Вот сейчас нет крепкого государства и как все мучаются. Так что Сталина еще придется разгадывать и разгадывать. И наше это доброе предположение какая-то капля в разгадке. Был ли он революционером, даже коммунистом, можно поставить под вопросом. Салаухин пишет, что он последние пять лет просто подписывался. И Сталин. Он обладал большой скромностью и был бессеребренником. После смерти у него не нашли средств даже на похороны. Знаю, что эти мои предположения могут не понравиться, но здесь нет никаких задних целей. Тем более, что я при Сталине сидел. Кстати, даже в лагере была забота о человеке. Законную пайку всегда выдавали. При современных критиканах даже зарплату не выдают. Есть о чем подумать. Не случайно Сталин учился в духовном семинарии. Он из семи верующих. Мать его, которую он всегда навещал, никогда не теряла веры. Значит, и он поступал в семинарию по убеждению. Но, видимо, жизнь верующих толкнула его примкнуть к революционерам в поисках правды. Из дневника. Что там? 1922. Родился. А, родился. Из книги «Перестройка» или «Квадратный корень числа» Москва Форум. Как я заметил, у нас в России подвергаются осуждения те, кто имеет государственное направление. Это Дмитрий Дудко пишет. Государственность причисляется к какому-то пороку, к преступлению. Так осудили государственника Ивана Грозного, расширившегося границы России, обвинив его в жестокости. Хотя, стоило бы задуматься, мог ли молиться за всех казненных жестокий человек. Не есть ли здесь акт любви? Как это ни странно, за многие годы за Ивана Грозного подали голос только Сталин и в наше время митрополит Иоанн Санкт-Петербургский. Также осудили святого Иосифа Володского, победившего ере жидовствующих и, может быть, надолго удержавшего духовный разброд России. Он тоже в лице судей оказался жестоким, хотя был добрейшей души человек. Огрозно. По 500 человек в день прижирал. Володского, про Володского он говорит. Теперь вот настало время реабилитировать Сталина. Впрочем, не его только, но само понятие государственности. Сегодня мы сами... Государственности! Да. Заглатываешь окончание. Так произнес государственности. Сегодня мы сами воочию можем увидеть, какое преступление есть без государственности и какое благо государственности. как не кричат, что в советское время много погибло в лагерях, но сколько гибнет сейчас без суда и следствия. Безнаказанно, безвестно. Ни в какое сравнение не идет та гибель. Еще 66 миллионов. Ну, я, может, совершенно разум потерял. Весь ограбленный и обманутый народ теперь вздыхает. Был бы Сталин, не было бы такой разрухи. Ну, сидели бы все в лагере реабилитации. Но это реабилитация, так сказать, с человеческой точки зрения. А мне предстоит с духовной, поскольку я священник. Начну сразу с вопроса. Скажите, пожалуйста, когда было больше обездоленных, заключенных, пусть и не в тюрьмы, когда преступность и бездравственность имела такую свободу на улицах и на телевидении, в печати и без печати? Когда еще в какие времена весь народ, за исключением многих, сидел на голодном пайке? Когда и какие правители с таким цинизмом, как теперь, разрушали собственную экономику в угоду более сильному соседу? Но как все это, что я говорю, сообразовать с христианским понятием, спросят у меня? Христианство, это ли, христианство, что ли, атеизмом поддерживается? Ведь при сталинском деспотизме все было опутано атеизмом. Атеизм был везде и всюду. Но, видимо, не случайно философ Бердяев говорил, атеизм это дверь к Богу с черного хода. И мы сейчас видим, как многие атеисты стали по-настоящему верующими. Я никогда не забуду, как один высокопоставленный атеист-коммунист мне сказал, что хотя он и коммунист-атеист, но воспитан на православной традиции. Да как не покажешь странным, но в русском атеизме, социализме есть и православная традиция. Поэтому коммунистическое движение в России впитывается в русскую историю. Вписывается. Это часть нашей истории, которую не вычеркнут. А вот будет ли сегодняшняя демократия частью нашей истории, хотя бы потому, что она, не посоветовавшись с Западом, ничего не предпринимает. Это чуждое явление для России. У меня христия, ни описания, ничего нету, все Бог отнял. Сталин был деспот, да, но он был ближе к Богу, хотя бы потому, что атеизм дверь черного хода. Демократы как не объявляют себя верующими, они верующие, только с золотого тельца, в бизнес, в мамону. А в Евангелии прямо сказано, не можете служить одновременно Богу и мамоне. Теперь я хочу припомнить, как наши патриархи, особенно Сергий и Алексий называли Сталина богоданным вождем. К ним присоединялось и другие, допустим, такие как крупные ученые и богослов архиепископ Лука Война Исенецкий, кстати, сидевший при Сталине. Но это не помешало ему назвать Сталина богоданным. Да, Сталин нам дан Богом. Он создал такую державу, которую сколько не разваливают, они могут до конца развалить. И поврежденные ее боятся хваленные капиталистические страны. И то, над чем смеялись постоянно. Вставил, мол, решетку. Мол, царь Петр прорубил окно в Европу, а Сталин закрыл ее. Значит, правильно делал. Мы далеки от мысли, чтобы не сообщаться с Западом. При нем мы не видели такого морального разложения, такой преступности. который видим сейчас, когда выбросили эту решетку. Как ни горько сказать, но решетка на Запад нам необходима. Это благо для России. Она помогает нам видеть неповторимость, самобытность России, как Святой Руси, богоносной страны. Если хотите, Третьего Рима в лучшем смысле этого слова. А Четвертому не бывать. Это тоже верно. Дальше. Есть уставлено такое выражение «Прошлое принадлежит Богу». Богу с большой буквы. Как это понимать? Прошедшее устарело? Или прошлое, вся наша земная жизнь, настоящая только в иных мирах? А я думаю, даже так. Под прошлое можно понимать то, что предоставить можно только для суда Божьего. Бог только все может рассудить правильно. Мне мчение и я воздам. Наш суд – это просто суд человеческий. Это в лучшем смысле слова. А вообще наш суд субъективный, эгоистический, только для себя. Так что если с божеской точки посмотреть на Сталина, то это в самом деле был особый человек, Богом данный, Богом хранимый. Об этом свидетельствуют даже его противники. Давайте наконец хотя бы разберемся вот в чем. Если бы победил Троцкий с его перманентной революцией, мы бы уже давно оказались на самом деле, а не по названию, как при Сталине, винтиками. Все были бы трудовой армией для каких-то темных сил. Но именно Сталин доказал практически, что социализм можно построить в одной стране и сохранил Россию. Да, Сталин сохранил Россию. Показал, что она значит для всего мира. В этом нам предстоит еще разобраться. Поэтому я, как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину. Прешенно одурел мужик. Страшно сказать даже. Чур перекрестись. Да, я это слышу, кому кланяешься? Мол, не антихрист или? А вот вам я задам вопрос. Антихрист придет от атеистов или от верующих? В том-то и дело, что от верующих на Библию будет клясться. Поэтому я утверждаю, как по Евангелию. Один сказал пойду и не пошел, другой сказал не пойду и пошел. Сталин с внешней стороны атеист, но на самом деле он верующий человек. Это можно было показать на фактах, если бы не рамки нашей статьи. не случайно в русской православной церкви ему пропели, когда он умер, даже вечную память. Так случайно не могло произойти в самое безбожное время. А кто пропел-то? Алексей Первый. Человек-то из той же партии, той же самой партии, папа, и на это ссылается уже. Не случайно он и учился в духовной семинарии, хотя и потерял там веру, но чтобы по-настоящему ее приобрести. А мы этого не понимаем, но самое главное все-таки, что Сталин по-отечески заботился о России. И поэтому Сталин, по крайней мере, для меня законным образом стоит рядом с Суворовым. Священник Дмитрий Дудков. Правда, РУ 11 ноября 2002 года. Когда говоришь, это говорят, ну это придумают, наверное, на отца Дмитрия. Да не может быть, чтобы он такое говорил. Его же знали, какой он был. Ну вот, пожалуйста, я показываю, откуда это взято. Деяние 12 глава с 21 по 24 стих. В назначенный день Ирод, одевший царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу. И он был изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. Слово росло, а это сжался и в червя превратился. Вот так. Римлянам 1.32. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот он одобряет его. Откровение 9.19. Ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их. А хвосты их были подобны змеям и имели головы и ими они вредили. Серахова 10.15. Не одобряй того, что одобряют нечестивые. Помни, что они до самого ада не исправятся. А ты одобряешь именно это. Галатам 2.18. Ибо если основа созидая, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Сихотворение. Брат Аарон зачем на поводу у прихоти и прихвостей быка? Пошел, ты мог навек засесть в аду, поджаривать свой зад, свои бока. Ты архипасты, серьги и недруг, как мог закваситься тогда его закваской. Пробил пробоину и затопил свой струк, погряз старообрядческую ряску. Ссылался на народ и сизнавения брата и вылил иудеям на века тельца. Пойдет резня неистовая драка, заварит чай из золота пыльца. Брат Аарон на патриарше трон под именем Христа под желтой ризой с пятиконечной звездой под твой уклон кодильницы гремящие на тризнах. Голени перебитые в колени в ливийном под византийской кущей их подопрет к ногтю товарищ Ленин, как повелел им Иегова сущий. Соблазном Аарона нет числа, канонизируют и мощи от сожженных, чужим огнем сынов сожгут до тла, сгорят их отроки и так же жены. Оарон под Марко Чернецов твои идеи абы умножают, уделок украденных скрывает на засов, про их таланты может Бог не знает, привыкший иметь с боками дело, пластать баранов на козле их грех, но заветном как они посмели, все приспособить для своих утех. Покайся, Аарон, со всех сторон, кидары куколь с митрою сложите, вновь неизбывны вам нести урон, зрим плевелы в амбарах не золотое жито. 08-04-06-го игла. А жито что это? А? Жито что это? Пшеница. А, пшеница. Еще не знал? Ну, вот пропрыгал козленок. Вопрос 3894-й, 27-й том открытым оком. Ваш правящий архиерей был по всей Сибири более 10 лет. И вот его перевели в другое место, переименовали в домогедовского. И сколько же новых общин он образовал за эти последние 10 лет? Или он вообще не занимался кахетизаторской работой? Почему он от вас ничего не перенял? Ответ. Почему вы этот вопрос только к нашим архиерей выставили? А какую евангельскую общину образовал хотя бы один архиерей по всей Руси великой? Да при том за тысячу лет. Я не говорю, что не могло этого быть. Просто я не знаю такого ни из жития святых, такового, такового, ни из жития святых, ни из истории. Согласно вашего вопроса, речь-то идет не о преподавании закона Божия, а о уверовании через слышание Слова Божия, через исполнение Духом Святым от веры в благовестии о Христе Иисусе, как искупителе истинном и ревностном благовестии в миру. Так я понял вас. Наш архиерей был не хуже других. Вот передо мной документ с печатью, его подписью и подписью делопроизводителя Петрова БА удостоверение кавычки открыты. Настоящим удостоверяется, что Лапкин Игнатих является членом категоризаторского отдела Ишимско-Сибирской епархии РПЦЗ по решению и перихорального собрания от 23.08.1994 года, утвержденного епископом Евтихии, выпиской из устава Ишимско-Сибирской епархии об категоризаторском отделе. Данный отдел занимается организацией первоначального церковного образования детей и взрослых, участвует в издательстве и раздаче просветительной и духовной литературы, координирует действия духовных братств на территории епархии, кавычки закрыты. Выше себя не прыгнешь, и чего сам не пережил, как ты можешь дать другим? Поэтому не только с епископом будет спрос, но и с каждого из нас, если не родимся свыше и другим не возвестим о чуде обретения пропащей души через воскресенье ее от благовестия и уверования. Тут вопросы задали не мне, а епископу. А за него как отвечать? Вы к нему можете обратиться по адресу Тюменская область, город Ишим, улица Коркинская. 52. 52. Прочтите ответ на вопрос 2252 в 9 томе открытым оком. 1 Петра 2.9 Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые у дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет. 1 Калифин 2.13 Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Стихотворение Сидит агарь опальная и плачет струи И плачутся струи И плачутся струи Источник обещального Берлаха Раи Там земли Авраамовы А сей простор ничей Вокруг досура самого пустыня перед ней Тоска тоска звериная Впервые сжет слеза Египетские длинные пустынные глаза Блестит струя холодная как лезвие ножа О страшная бесплодная О злая госпожа Агарь И кровь отхлынула от смуглого лица Глядит и брови сдвинула на божьего конца София Парнок Даже никто не знает что такие люди были которые писали стихотворение Нет Считаем дальше Вопрос 3350 Верил ли кто-то что с еписками втихим что-то не то творится до его вызывающего поведения До этого До этого его вызывающего поведения против своих же Ответ Дьякон Сергий Бурдин уже в 2002 году называл Ерси Арков из Роскова Учителя Постигая таких людей синдром беспамятства и переигрывания Когда они переходят в стан врагов то им нужно из кожи вылезть но доказать свою супер преданность своим новым кормильцам Так бывает с трусами и житолюбцами Животолюбцами Животолюбцами Приневшие их заставляют их убивать своих же как в фильме Остров При пленении предателям влагают в руки оружие и они хлещи и аныча рубят своих же пленным головы На них есть особое правило Григорий неокисаристский Восьмое правило Есть и которые сопричислить к варварам и с ними во время своего пленения забыв что были понтийцы и христиане и ожесточаясь до того что убивали единоплеменных своих или древом или удавленем а также указывали неведущим варварам пути или домы таковым должно предоградить вход даже в чин слушающих доколе что-либо изволят о них крупно соединяющихся сошедшихся соединяющихся где ты нашел это слово нету крупно сошедшихся святые отцы и прежде их дух святой они соберутся а таких люди рассудят их включали на 30 лет от церкви предателей как ты слова считаешь у старообрядцев был священник Карбинович отец Григорий который перешел к ним из господствующей церкви и показал такую въедливость по отношению своей чистоты что только ахнешь он травил епископа Михаила Семенова смотрите открытым окон том 12 вопрос 2702 2705 по благословению архиепископа взялся за обличение епископа Михаила и отца Карбинович но это обличение напрашивается на сравнении с басней Крылова не уйдет ли Карбинович опять вниклиянца если принять во внимание на каком приходе и в каком положении находится отец Карбинович в настоящее время этого только и можно ожидать это не я говорю там в кавычке взято смотри какая старобряческая мысль 2015 год страница 184 дальше таким позалез нужно показать свою патриотичность тем кто его принял и они душат своих же с кем вчера пили и ели в письме от 3 октября 2006 года направлено в адрес святейшей патриархи Алексея по поводу восстановления священном сане Владимира Карелина епископ Евтихий выразил искренне раскаяния в действиях приведших к созданию вредоносного раскола уже был все теперь это вредоносный раскол это надо данные все собрать ты знаешь в ответе сколько заложено уже и в МП поняли что не в расколе была РПЦЗ а значит ее прихода на территорию своей страны епископ Евтихий лезет дальше и включи свою несдержанность и природную гневливость от которых он страшно страдал и от них же умрет по всей видимости поносит свои ложи Второзаконие 28.28 поразит тебя Господь самошествием слепотою и оцепенением сердца Теперь он сел на своего любимого коня твердение в своем заблуждении и с этим конем может нераскаяно рухнуть страшно за него как бы он чего с собой не сделал и не умер нераскаяно в хуле на истину Захария 12.4 В тот день говорит Господь я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумия да спасет его Господь и да помилует за то что он не разрушил наши общины и так долго терпел нас да воздаст ему владыка небо и земли великими и вечными милостями за то Плач 1.1 Как одиноко сидит город некогда многолюдный он стал как вдова великий международами князь над областями сделал созданником его поступок по отношению наших общин напоминает войну когда были окружены войска и вот Власов потребовал бы Андрей Андреевич потребовал бы от отдельного полка пойти и влиться в войска оккупантов одно дело когда Израиль по слову Иеремии согласился пойти в плен так как того желал и Бог и Его но другое дело влиться в войска халдеев и воевать с необрезанными заодно 4-й царь 18-23 итак вступи в союз с господином моим царем Ассирийским я дам тебе две тысячи коней можешь ли достать себе всадников на них есть рассуждение в книге Дмитрия Ростовского о предательстве Иуды отчего с ним стряслась такая беда кратко Иуда ответил предательством на предательство когда он увидел что его интересы не сбываются что Христос не будет царем в Иерусалиме и значит Иуде не бывает ни губернатором ни министром по финансам он понял также что его карьера безнадежно сломана Иисусом из Назарета и он начал ускорять события дабы оказаться на стороне большинства на стороне победителей но в последние два дня он по-новому увидел миссию Христа миссию миссию Христа что и выразилось в его словах отчаяние Матфея 27.4 говоря согрешил я предав кровь невинную они же сказали ему что нам до того смотри сам эти люди как правило разового пользования потом они уже не интересуют своих заказчиков и им уготовлены войти в историю с презрением и в муку без сожалеющих о них как евангельский труженик Евтихий был совершенно ничем не отличим от патриархины то есть никакой но он очень выгодно отличался тогда от них некористолюбив даже нищелюбив умел раскаиваться в своем безрассудном гневе от удара кулаком биться вес на передовую не трус он не запятнан по его словам сотрудничеством с властными структурами комарилии под тирохиной номилокуратуры но он был некогда комсомольцем а эта зараза так просто не выветривается и после обращения в церковь после воцерковленности не выскабливаться из них это зловонность методы руководства остаются те же самые он доступен для паствы не чванлив простое облачение без екатерининских шлейфов но пошел бы он в паре с апостолом Павлом на благовестие по дворам и селения у Евтихи был навык строить недоразрушенные храмы которые он строил для патриархиных проходов проходных дворов проще сказать на прельщение и на погибель неевангелизированной паствы не имея рождения свыше люди ищут замены небесным в земном и придают тому отблеск синайских громов и дыма мне очень хочется чтобы его жизнь продлилась в роли епископа патриархии чтобы он увидел куда он свалился ибо другим он быть не может и он будет и там за большую правду чем те за неибольшую неправду но похоже что его здоровье не позволит ему долго воевать и долго болеть кончится слишком даже внезапно но неожиданно но не неожиданно но не неожиданно ибо он болен смертельно уже ныне для нас же он будет всегда первым и последним епископом при котором мы так много успели сделать заложить основу для будущих трудов и благовестия в чем он не принял ни малейшего участия главное что он не раздавил не убил нас хвала господа за евтихие отошедшего додорует ему владыка егова царствие небесное иеремия 32 18 ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям после них божий великий сильный в котором имя господь целов как-то был день рождения у меня я выступил и сказал водыка я вам серьезно благодарен за то что вы не сожрали нас он так и ахнул стихотворение для пользы ближнего прикинуться простым на языке заговорить понятно до этого суметь бы дорасти расшифровать туманности и пятна для пользы ближнего переучиться надо смирению детскому переоценку дать для гнева выстроить бы чистоколограду незамутненная тогда течет в саду вода на прихоти уметь накидывать узду расправиться с коварным я повсюду и пользу ближнему я в мелочи найду наедине и главное прилюдно напротив пользы выгода своя своей родне прибыток ущипнуть хотел бы жертвен но требует семья и снова в самости приходится тонуть не для себя умножать талант обогатить пришельцев новоселов от нищеты избавить из цепких лап нуждой задавленного сделать бы веселым для пользы приходящего во храм понятным сделать чин богослужения мертвящая славянь не пользы ни на грамм и в будущем сплошное поражение перевели писание знатоки и сделали понятным каждый стих священство логики и смысл вопреки старается чтоб русский даже в мыслях стих где ближний обретется там и я на благовестники сготовили подарок нам благовестники сготовили подарок собрание есть и община семья таланта угощаем один другого даром что пользы что пользы жить не сытой утробой не видеть пользы от себя другим начни сейчас же с малого попробуй пред иисусом склонятся вчерашние враги ни одного стихотворения не прочитал правильно ни одного и при том здесь что пользы прочитал что пользы снова развернулся опять что пользы вот это зачем ты делаешь копировку то прочитал правильно все какой-то страх необыкновенный у тебя недоверия к самому себе ты вперед не видишь какие слова ты только одно что пользы жить не сытой утробой по одной выталкиваешь а ты сразу мгновенно должен ухватывать всю строку что пользы жить не сытой утробой не видеть пользу от себя другим начни сейчас с малого попробуй преди иисусом склонятся вчерашние враги вот я тебе показываю где это тебе нужна просто смелость ты вообще робкий человек и поэтому так и получается ничего не мог противостоять сел и закрутил педалями поехали иисусом